всем добрый день сегодня у нас опять разбитка для ума для того чтобы рассчитать индивидуальный тепловой пункт в том числе и центральный тепловой пункт вам по нам программа которая была разработка фирмой дамфос но в настоящее время с тем что фирма дамфос ушла рынка то на место нее пришла фирма ридан которая является правоприемлемой фирмы дамфос и найдя этот сайт вы сможете скачать программное обеспечение которое находится на этом сайте но для того чтобы скачать надо сначала опуститься до самого конца не за страницы чтобы найти ссылку не у вас находится та программа которая позволит и рассчитать индивидуальный тепловой пункт либо центральный тепловой рассчитать можно непосредственно на компьютере и так вот мы опустились вниз здесь нашли следующую ссылку нажав на нее вы перебрасываетесь на страницу данной программы здесь можно зарегистрироваться чтобы в последующем получить спецификацию и графическую часть вашей конструкции индивидуального теплового пункта дальше нажать на эту кнопочку ввиду того что сама программа была создана флеш-плеере а те браузеры отказались поддерживать функции флеш-плеера поэтому сейчас можно данную программу скачать при помощи вот этого zip архива нажав на нее у вас наступит момент скачивания перед тем как воспользоваться программным обеспечением которое читая которая считает индивидуальный тепловой пункт либо центральный тепловой пункт рекомендуя ознакомиться с данными пособиями чтобы те рекомендации которые производители рекомендуют для установки того или иного оборудования в зависимости от того какую схему теплоснабжения вашего здания либо микрорайона вы применяете что в последствии не было проблем с техническим обслуживанием представителей данного оборудования которое вы спроектировали в последующем смонтировали на объектах после того как вы загрузили файл архивный где скрывается программа вы в любой архивной программе скрываете этот файл лучше использовать бесплатную программу в целом zip где вы сможете это сделать и дальше разархивируете то что находится внутри в ту папочку да у вас установлена программа вот она появляется в таком виде как здесь сейчас продемонстрировано и осуществляете запуск программы нужно некоторое время подождать до обязательно чтобы у вас был включен интернет как видели там подгружается базы данных с оборудованием и то есть представляет программа продемонстрирована сейчас в открытом окне сразу же хочу сказать верхнее меню это все относится к флеш-плееру и программе не относится но имеется ввиду что сделали в данном программном течение все основное меню находится внутри окна Adobe Flash Player давайте рассмотрим меню программы первое меню это меню файл здесь позволяет программа как открыть сохраненную схему так и сохранить данную схему которую вы разработали и рассчитали распечатать схему и авторизация позволяет вам авторизироваться на сайте рядам последующем чтобы вам выслали соответствующие чертежи и спецификацию оборудованию изделий и материалов следующее меню меню настройка здесь стандартное окно где вы можете изменить те или иные значения которые представлены в этом окне следующее это оформление здесь позволяет выполнить стандартные таблицы и формы для того чтобы в последующем у вас это все было распечатано и представлено в виде спецификации пояснительной записки от представителя ряда в последующем вышли все эти готовые исполнительные документы то есть можно здесь все исправлять что в белом поле на любые значения которые вам понадобятся для дальнейшего пользования в виде проект и тому подобное последнее менюшка здесь это оборудование здесь можно задать оборудование которое вы хотите использовать например фильтрующая арматура здесь не представлена например запорная арматура выбрать варианты исполнения какие вы хотите применять и в каких контурах и так далее там система отопления систем вентиляции либо система горячего водоснабжения дальше насосное оборудование которое здесь предусматривает установку стандартных насосов типа грунфос вилла и даб дальше различные алгоритмы типы насосов с частотным без частотного регулирования но частотное регулирование в основном применяется система ГВС ввиду того что в течение суток распределение теплоносителя происходит не равномерно в системах отопления и системах водоснабжения в системах вентиляции там теплоноситель течет в постоянных объемах поэтому нет смысла здесь ставить частотное регулирование ну и другие варианты исполнения для насосного оборудования дальше пластинчатые теплообменники если вы применяете своих индивидуальных тепловых пунктов и центральных тепловых пунктов различного также исполнения можете как до систем горячего водоснабжения так и тем отопления и систем вентиляции также здесь представлены регулирующие клапаны там электроприводом и так далее и другие варианты подборов клапанов ограничение расходов все это можно задать и в последующем это все отразится в расчетах вот что и все представляет настройка расчета и последнее меню это типовые решения здесь можно выбрать стандартные типовые решения которые вы видели в одном из пособий блочно тепловых пунктов и выбрать один из этих вариантов давайте я выберу вариант зависимый который в последующем и рассмотрим но и последнее меню это расчет после того как вы ведете все данные необходимы для расчета нажимаете расчет и в дальнейшем получите результат если тех данных которые вы ввели корректно и достаточно для того чтобы учить окончательный результат вот такое вот меню программе хит конфиг компании да да что из себя представляет структуру отрисовки вашего индивидуального теплового либо центрального теплового пункта вот представлена в этом окне здесь можно осуществлять добавлять различные группы но ввиду того что здесь не хватает пример узла учета но если мы добавим то есть вот здесь вот можно добавлять различные групп в том числе не только брать стандартные тепловые пункты которые представлены в библиотеке правые решения но и также отрисовывать свою тему со своим оборудованием и так далее оборудованием именно компании дамфорд и так вот мне не хватает тепла щечка но если я возьму учет энергии то ставится вот такая пустая элемент на которой нужно будет идти расходомер термометр сопротивления значит давление и тому подобное вот остальные не активно первых они здесь немножко неправильно отрисованы потому что датчики давления и температуры ставится всегда ближе воду тепловой сети так не здесь а вот здесь они и 4 должны стоять перед расходомерами поэтому заблокировал поэтому это делать добавляем то есть другие типы как вы видите можно выбрать в том числе и отрисовать горячее водоснабжение отрисовать ответвление на системы вентиляции поэтому если мы сейчас перейдем в группы здесь только можно добавить какие-то элементы но мы сразу же перейдем в элементы то есть помимо групп здесь можно добавлять и отдельные элементы и так как я говорил нам не хватает узла учета который стоит например будет из датчика давления на подающие обратно метра но сначала мы заполним все он для подающего мегистрали и то же самое сделаем для обратно итак вот у нас элемент узла учета единственно не приклеились к узлу вода но ввиду того что нигде нет возможно поставить отдельно как узел учета в виде группы поэтому делаем таким способом и осталось последнее меню здесь можно задать диаметры если у вас уже известно в результате какого-то расчета режимы как со стороны тепловых сетей так и со стороны потребителя также задать диаметры если известно в расчете были и также какие вы предпочитаете соединения фланцевая фланцевая сварка либо резьба ну и также расходные характеристики чтобы мне добавить эти значения давай сейчас откроем программу DAMF SO38 и я открою один из расчетов благодаря которому и поставим данные сюда для расчета итак вот у нас открыто DAMF SO38 с одним из примеров расчета который был в моем канале а именно здесь представлена двухтрубная система горизонтальная пиковым движением теплоносителя периметрально делали мы для стандартного домика коттеджа данный расчет давайте проверим еще раз расчет как видим есть какие-то ошибки но там ошибка скорее всего связано с клапаном да то есть расчет у нас выполнен успешно так давайте откроем сейчас рисунок результатов ну и как видим здесь у нас трубопроводы 20 диаметра 25 давайте сюда и их поставим возвращаемся обратно в структуру и здесь нам еще понадобится установить те значения которые были в расчетах так у нас температурный график теме отопления 9070 так тепловая нагрузка вот у нас здесь представлена вата здесь единицы измерения можно поменять дальше получившиеся потери давления у нас в паскалях объем системы в литрах высота здания где-то 10 метров из 33 метра подвал плюс полтора метра ну и плюс запас будет получается 15 метров такие расчетные давления тоже паскалях поставим так все вот исходные данные для системы отопления мы сделали так ну и давайте здесь тоже исправим здесь у нас температура 115 чем не расчетно так все вот мы навели исходные данные нажимаем расчет это скорее всего здесь придется взять 25 вот у нас произошел расчет теперь здесь у нас есть все параметры подобраны а именно диаметры арматуры регулирующих устройств ну и так далее в том числе и осуществлен подбор насоса ну и другого оборудования в том числе и 2 ходового регулировочного клапана и в том числе и эмулятор перепада давления дальше есть спецификация но данная спецификация можно получить какие чертежи если вы зарегистрированы у дорида на вам последующем эти вышли но либо вручную все это набирать для спецификациях вот такая вот программа расчета индивидуальных тепловых пунктов и центральных тепловых пунктов с оборудованием производителя дамфас который называется hitconfig который можно использовать для подбора того или иного оборудования той или иной темы которые вы используете у себя системе при подключении как тепловым сетям так и подключение внутренней системы отопления системы вентиляции и системы горячего водоснабжения всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов и проектов до следующего видео и до свидания субтитры создавал DimaTorzok